Казахстанцев вакцинируют от коронавируса бесплатно. За них заплатит государство. Потратят на прививочную кампанию 50 миллиардов тенге. Причем препарат можно будет выбрать как отечественный, так и российский. О своей готовности привиться уже заявил и президент. Касымжумар Токаев воспользуется казахстанской разработкой, в то время как отдельные чиновники Минздрава остановили свой выбор на российской. Донара Жуманова знает, когда вакцины станут доступными для населения. До массовой вакцинации в Казахстане осталось меньше недели. И проходить она будет не в самой благоприятной эпид-обстановке. По данным Минздрава, в январе наша страна из зеленой, то есть безопасной зоны, перешла в сектор повышенного риска. Красный. Первыми укол от коронавируса получат медики, работающие на передовой. Произойдет это 1 февраля. Ну а в апреле-майе стартует уже прививочная кампания для всех казахстанцев. Каждый желающий сможет вакцинироваться бесплатно. На эти цели из бюджета выделят 50 миллиардов тенге. На выбор у населения два препарата. Российский спутник ВИИ и казахстанский Казковит-Ин. Отечественную вакцину должны зарегистрировать в марте. В то время как спутник уже начали производить на базе карагандинского фармпредприятия. Вакцинация по всей стране на этом этапе рассматривается. За счет средств государства будут выделяться соответствующие средства из резерва правительства. И эти расходы уже предусмотрены. Соответственно, людям вакцинация будет бесплатна. А это касается всех граждан Республики Казахстан. Чиновники посчитали, до конца года привьются от ковида в стране 6 миллионов человек. И если прогнозы не разойдутся с реальностью, это позволит сформировать коллективный иммунитет уже к августу-сентябрю. При условии, что все заявленные 6 миллионов согласятся на вакцинацию. Процесс этот добровольный. Принуждать никого не будут, обещают власти. Вот только иного пути, кроме как привиться, эпидемиологи не видят. На сегодня у нас нет оспы натуральной. Это тоже результат вакцинации. Сегодня мы практически забыли о таких заболеваниях грозных, которые приводили к летальности. Это дифтерия, чума, сибирская язва, столбняк, краснуха и так далее. Только благодаря вакцинации. Поэтому появление на рынке вакцин против коронавирусной инфекции – это большое достижение. Получить антиковидный укол намерены и сами чиновники. Накануне о своей готовности вакцинироваться заявил президент страны. Касымжомар Тукаев выбрал казахстанский препарат. А вот в самом Минздраве, как оказалось, мнения разделились. У нас господин Киасов и госпожа Генаят приняли добровольное решение принять вакцину «Спутник». Но я же, в свою очередь, отвечу за себя, что в целом я занимаюсь этими вопросами. Мне доступна определенная информация. Я знаю, что казахстанская вакцина надежная. И по завершении, как только она будет доступна на рынке, я буду принимать ее в числе первых. Что касается главного врача страны Алексея Цоя, от которого сейчас, пожалуй, все ждут показательного примера, он, как заявил его заместитель Шуранов, тоже выберет казахстанскую прививку. А вот на герман-американский Пфайзер казахстанцам пока можно не надеяться. В Минздраве сообщили, что не рассматривают производство этого препарата на территории страны. Донара Жуманова, Роман Расулов, столичное бюро КТК.